всем привет сегодня с видео будет о покупках косметики покупки будут в основном люксовая косметика какая-то и давайте сразу приступим начнем с ухода ухода немножко покупала я недавно абсолютно крем от кейлз это ультра фейшел ойл фри жель крем гель крем я думаю популярно ксин дорогой пахнет очень сильно спиртом это его огромный минус там вода душка и в принципе спирта составе крем покупала в турции на их заказ сделано их сайте официальном не скейлз возле дома магазин там никогда не положит никакой пробничек и никакой подарочек хотя в кейлз это наоборот они осыпают одаривают своих клиентов подарками но они в турецком варианте я думаю что все эти пробнички миниатюрки все прочие дела списываются ну я имею ввиду себе забирают продавцы естественно консультанты короче крем это явно не для сухой кожи только для жирной кожи склонной к жирности на летний период на лето крем ну просто увлажняющий немножко крем гель не особо чего-то увлажняет просто нанести что-то на лицо чтобы не закупоривала поры гелевая такая форма но для жирной кожи чтобы не перегружать сильное лицо в этом плане мне нравится хотя мне на данный момент сразу скажу кожа нормальная склонная посмотрим как сейчас когда тепло совсем будет к лету нормальная склонная к жирности комбинированная можно называть но на данном это просто нормальная да он не сильно увлажняет что-то да запах спирта и по звездочкам на рекоменду не очень хорошие отзывы там на четверочку он такой так себе бывает типа и получше но соотношение цена-качество для меня вполне приемлемая так скажу что у меня был когда крем гель такой же до аква диор вот эта серия да у них аква потом кто я уже не помню живанши вроде бы да и что-то еще это все видео на канале есть точно такой же стоит дешевле точно также ничего особо не делает поэтому разницы никакой честно говоря не вижу переплачивать больше такие крем гелевые основы гелевые кремы на лето они ну на моей коже особо вообще ничего не делают увлажнения достаточно два вот таких масла по маслах расскажу поподробнее немножко это оба подарочных масла у меня были с культ бьюти за покупку это луна от санда и райли очень распиаренное интересное масло в зеленом таком оттенке на руку когда капаешь она тоже зеленая насколько я sleeping night oil типа для проблемной кожи у кого постакне кожа склонна к жирности по но лечит и все такое все такое прочее пользовалась несколько раз вот эта писюлька маленькая то сколько миллилитров пять миллилитров но типа ваша кожа на утро должна быть в тонусе тонизирована от этого масла не она ничего не делает масло кларанс лотус который для жирной кожи гораздо лучше на лице моем воспринимается чем вот это средство ничего ничего ни напитанности не свежести просто хрень какая-то и тратить на это деньги полную цену покупать я бы не стал этого пробничка вполне достаточно чтобы понять что это не о чем а вот масло от ума тоже сайта культ бьюти это абсолют анти эйджинг фейс ойл но анти эйджинг фейс ойл этот нужно использовать для зоны вокруг глаз здесь я не знаю сколько миллилитров тут ничего больше не написано я вам как-то показывал давным-давно это масло не появилось вот столько я истратила этого масла нужно может 4-3 миллилитра здесь маленького совсем до писюлька такая я это истратила наверно за месяц его хватает на очень долго по одной капельке зона вокруг глаз вот это все маслом как она прекрасно пахнет травами какой она офигенная даже консилер на утро лучше лежит вот это масло я обязательно куплю себе в полном размере на цена его кстати не низкая кто скажет ойдано можно намешать всякое такое вот можно масла вообще такое дело можно купить дешевые самые короче я вот это не против вот этих всяких замесов домашних скрабов домашних масел она машки любым маслом нет вот здесь идеальная комбинация всего что мне подходит это реально мне реально работает поэтому я его куплю а заниматься какими-то открытиями экспериментами и смешиванием непонятно чего ради чего я не буду короче говоря масло вот это ума абсолют анти эйджинг я вам советую у кого зону такие морщинки тут начинаются попитать она реально короче говоря масло классное глаза не раздражает на утро кожица мягкая естественно и консилер не так западает не так подсушивает косметика лучше даже на глазах у здесь смотрится она реально работает не нравится может быть можно намешать что-то подешевле типа сделать самому я не буду этим заниматься меня все устраивает это полный размер обязательно куплю мне кажется фаворит фаворитович будет давайте раз о глазах заговорили перейдем постепенно к декоративной косметики которые покупала здесь у меня подарок за покупку это бека я уже показывал это средство у меня полноразмерка я сейчас пользуюсь эта шайбочка для как бы консилер от бекки я в основном стала им использовать как девчонки говорили и на сайте рекомендации это как бы консилера можно самим он очень хорошо подходит для коричневой пигментация под глазами возрастная кожа потому что он остается жирненьким не впитывается до конца кремовая такая основа остается под глазами у вас но рекомендован как база для каких-то плотных консилеров и вот когда мне что-то нужно перекрыть его для видео например я его использую использую консилер плотный который хорошо обычно бы веком не сушил поэтому сухие такие консилеры плотно они очень хорошо на нем сидят держится средство мне нравится я его не покупала подарили поэтому я не откажусь полежит запасах потом еще им пользоваться буду на основном я им пользуюсь сейчас как средством как бы правильно выразиться базы под консилер на зиму но летом скорее всего буду как просто консилер потому что кожа немножко подзагорит оттенок сейчас не подходит одно скажу что тушь иногда на глазах отпечатывается съезжает на него потому что это влажная немножко такая среда кремовая под глазами остается и тушь тогда немножко темнит это не так критично дальше консилеры заговорили у меня такой консилер от hudo beauty маршмеллоу 02b оттенок я что могу сказать я думаю очень светлый он кстати нормально подходит это кстати слизанный наконечник от benefit у них тоже такие консилеры помните были года три-четыре назад ничего нового консилеры мне понравился хотя отзывы есть в интернете не очень хорошие для меня отзыв хороший вот с этой базой от бека очень хорошо смотрится вместе это если у вас там западает что-то под глаза в морщинки сушится и все прочее вместе супер как увлажняющий к это база под консилер очень классно перекрывает прям блин пигмент супер оттенок этот я думала будет очень светлый даже когда кожа уже начинает загорать неплохо потому что он реальный маршмеллоу он не белый и не желтый потом я очень люблю как сильно желтый либо слишком белый вот это вот баланс не соблюден этот больше к такому к светлому беленькому относятся но желтизны такой активной или белизны в нем нет короче консилер мне нравится он держится и он знаете очень пигментированный быстро пристывает но его при этом можно разнести и у него очень тонкое покрытие и очень пигментированное прям супер мне очень очень нравится и короче присмотритесь кто хотел удивило то что он такой маленький на видео всяких рекламе сказал что он такой вот побольше гораздо тональный крем у меня на лето появился это сиси крем от it косметика и косметик стали появляться на кульпьюти продаются теперь стопом по упаковка все что доктор прописал как я люблю вот он стоит так стекает здесь защита spf 50 правильные правильная защита да полезно идет анти эйджинг полное хорошее покрытие у этого крема то есть на лето что может быть еще лучше но я этим кремом буду пользоваться он у меня скажем так фаворитах bbcc легких кремах которые дают хорошее покрытие но у него есть хороший конкурент это биби крема доктор джарт который немножко коричневатой такой упаковки там проблема с оттенками они темные но он на уровне с ним тоже хороший либо тот можно покупать на лето вот в турции даже либо этот минус у меня оттенок light видеть какой он капец темный я его сейчас даст даже с аджестером осветителем пользуюсь им поэтому есть у них новый появился оттенок самый светлый fair вроде бы light fair и вот этот light идет и там медиум траляля вот light fair до вот этого оттенка the light он оптимальный на белую кожу славянскую зимой и летом вот этот темный на загорелую славянскую кожу affair он очень светлый вообще для белоснежек поэтому на оттенок раньше light на оттенок раньше light это light fair покупайте кто россии живет до кого тена как у меня похожий одной помпы очень много я использую пол нажатия даже насчет покрытия я бы не сказала что он суперски такое прям полное покрытие если хотите полное покрытие надо побольше намазать будет да и один большой минус он создает морщины которых нет да он держится по-английски убегает с лица к вечеру например его незаметно примерно начинаешь снимать косметику а ватный диск в тональном креме например которую визуально не видишь он где-то в порах спрятался и один большой минус это морщины есть такие знаете морщинки мимические именно мимической когда ты мимикой работаешь например вот здесь какие-то морщинки ты и ты их не видишь их фактически в зеркало равна когдаokay больше с тональным кремом их не видно, но это зараза, их подчеркивают, и они становятся не просто морщинками во время разговора, например, у меня вот здесь появляются, туда они, как сказать, углубление получается, туда не попадает этот крем, он вывбивается из этих, скажем так, морщин в течение дня, и можно прямо, они такие тоненькие, мелкие, они становятся просто заломами, а не морщинками, заломы, знаете, да, что это такое, что косметологию, кто косметологу ходит, заломы, это когда конкретно уже там уколы надо ставить и все прочее, прям заломы получаются, попало как-то мне это средство под глаза, когда я наносила вот в эту зону, у меня здесь просто все, какие-то морщины, то есть они реально здесь у всех, да, вот здесь есть мелкие, от них никуда не денешься, только у детей их маленьких нет, но это зараза все подчеркнула, а то о том, чего я вообще не знала, средство-то хорошее, SPF защита классная 50, помпа, мягкая упаковка, все супер, но блин, что за фигня с морщинами, я не понимаю, я не знаю, короче говоря, надо этим средством избегать, естественно, зоны под глазами, и быть внимательным, но средство неплохо, продолжим тему лица, тоже у меня такая миниатюрка, Laura Mercier Translucion Powder, 3,5 грамма, это был подарок тоже с Cool Beauty, я пересыпала вот в такую упаковку от Cover FX, здесь упаковка 4 грамма, это пудру я покупала за деньги на сайте, Cover FX, хорошая, кстати, пудра, посмотрите, это такой средний сегмент, качество хорошее, так вот, смотрите, маленькая какая упаковка, это в 2 раза точно больше, представляете, я отсюда не могла никак высыпать пудру, потому что вот эта фигня, здесь всего лишь 3 дырочки, в этой заглушке пудра так плотно была насыпана, что ее нельзя высыпать обратно, я пересыпала сюда, смотрите, как ее много, по отношению к упаковке, как они сюда запихнули эту пудру, я вообще не понимаю, это гений просто, короче, пудра классная, мне нравится, скорее всего, я куплю в полном формате, она сейчас у меня на лице, она действительно матирует, очень хорошо, кстати, склорадует какие-то визуальные такие нюансы, в плане выравнивает тон кожи, и при этом она, ее здесь не сильно заметно, и я считаю, что эта пудра, да, стоит своей цены, я еще попользуюсь, если надо будет, оставлю отзыв, там напишите в комментариях, я считаю, что да, она заслужена в фаворитах мировых, в топах рассыпчатых пудр, я, наверное, куплю себе полный размер, мне она нравится, по крайней мере, пока что нареканий к ней никаких нет. Теперь давайте зашли до темы кожи, палеточка моя от Кевина Коун для контурирования, очень интересная здесь обложка, видите, знаете, такие картинки, которые меняются, когда там что-то наклоняешь, здесь ничего не меняется, типа свет, наверное, но картинка такая есть, Кевина Коун это просто бомба, зеркало огромное, прикроем его вкладыши, инструкция по применению, и контурирующая палетка, это лимитка, ее сейчас уже нет, я вам рассказывала видео о покупках на подарках на Новый Год, какие вы можете купить, и там была вот эта палетка. Я попользовалась, что могу сказать, я покупала из-за этих оттенков троих, стоила она где-то как, у меня вот такой контур есть, оттенки медиум для лица, контуринг, один из лучших, я считаю, в мире, на рынке, и по оттенку, и по качеству, очень пигментированный, это супер средство, однозначно. И на уровне с ним мне очень нравился, всегда у меня был Dolce & Gabbana, 10-23 румяна, они тоже знаменитые. В плане, это стоила палетка вся, где-то как полтора полноразмерных вот этих контуринга. Здесь их три штуки идет, light, medium, и черный. Эта как бы палетка позиционирует себя для темненьких, для темных даже девушек, негритянок, смуглянок, для светлых, типа всем подходит, так вот подобраны цвета. И здесь много продукта. Есть, естественно, минусы и плюсы, я не жалею о покупке, она мне нравится, я ей пользоваться буду, и в хост, и в гриву, и в пир, и в мир, хорошая. Это универсально, много корочек, контуринг, хайлайтер, румяна и бронзер, все в одном супер. Знаете, не хватает только пудры, и макияж лица без глаз уже сделан у вас. Но, когда говорят блогеры, ой, вот это для славяночек светлый, девочки, но он очень светлый, откровенно, я бы все-таки не стала покупать скульптор в оттенке light, если однешку будете покупать, покупайте medium. Темный вот этот, он капец какой темный, он нам тоже не подходит. Тут есть инструкции по нанесению, и они вообще с этими тремя контурами советуют light наносить на глаза, тут оттенять, тень делать, темный на подбородок, вот эту всю шейную зону темную, затемнять medium на скулы, ну и лоб, короче, тоже. Но, не знаю, вот этот слишком темный, но он подойдет реально для скул, например, на летний период загорелый, эта палетка больше подошла не светлокожим девчонкам, а с муглянком, и имеют с темными волосами, с теплым каким-то потоном кожи. Минус, это два вот этих хайлайтера, они просто за раз желтые, они прям, вот этот, вот этот просто же золотой. Они вроде так нормально смотрятся, очень похожи на Mary Lou Manizer от The Balm, да нифига, Mary Lou Manizer деликатнее, тут, короче, они абсолютно желтые, они однозначно сделаны, ну, он просто золотой. На моей коже я могу это носить нормально, можно макияжа подобрать, но это не нюдово на каждый день, и это бы подошло для загорелой кожи. На летах палетка супер бомба. Румяна тоже, здесь блески, здесь они градиенты, они в полном вот этом формате, 8 грамм, они однешкой у них идут тоже. Бронзер, румяна-розовый, и тут они с блесками хайлайтера. В итоге, когда ты набираешь, я вот сюда стараюсь тыкать кисточкой, конкретно, просто без блесток, они в принципе все в блеске, румяна не набираются, не с блесками. Они у меня сейчас, кстати, на лице, они очень довольны, такие хоть и фуксиловые, такие смотрятся розовые, они светлые. Мне подходит на каждый день, вообще супер. Бронзер так себе, оттенок у него нехороший, лучше всего бронзер идет, мне очень понравился, это Hourglass бронзер. Это он прям же рыжий, желтый, некрасивый. Можно пользоваться тоже, это палетка на загорелую кожу. Но вот эти наборы контурингов, за эту стоимость палетки, лимитка, это классная покупка. Я не разочарована, но вот хайлайтеры, ими можно пользоваться, но в определенных макияжах. То есть это не очень повседневно и не универсально, к сожалению.